Первая незапланированная беременность и искусственное мертворождение ребенка с пороком сердца. Трудом пережила измену мужа на фоне беременности. Долгое восстановление после жизненных потрясений. Выход из депрессии с помощью церкви и обретение веры в Бога. Она чуть не потеряла способность самостоятельно ходить из-за некомпетентности врачей. Три мужчины Тутты Ларсен. Об этом и многом другом сегодня на канале «Жизнь с обложки». Тутту Ларсен называют одной из самых знаменитых мам России. Она не только воспитывает дочку и двух сыновей, но и делится опытом с другими мамами страны. Когда Тутта в первый раз была беременна, она даже стала вести специальную программу на телевидении. Однако ее счастье, которому завидовали люди, закончилось далеко не хэппи-эндом. При рождении будущую журналистку назвали Татьяной Романенко. Она долгое время скрывала печальную историю своих первых отношений, однако не так давно решила поделиться с поклонниками своим переживаниями и подробностями первой беременности. В начале нынешнего столетия зрители стали замечать, что Тутта Ларсен начала заметно округляться. Обаятельную журналистку очень любили в России, поэтому люди мысленно поздравляли ее с грядущим материнством. Сама же Ларсен признается, что несмотря на 8 лет брак, беременность стала для нее неожиданным фактом. Они с мужем и не думали заводить детей, однако очень скоро она поняла, что округлившийся животик не способен остановить ее жизнь. Более того, она начала получать удовольствие от своего положения. Девушке хотелось поделиться своими ощущениями с другими женщинами, вследствие чего она придумала шоу, которое, по ее мнению, должно было показать 24-летним девочкам радость материнства. Светящаяся от счастья, Ларсен делилась своими переживаниями. Позднее люди начали злословить, говоря, что девушке не нужно было выпячивать свою радость. Возможно, ее жизнь могла бы сложиться по-другому. Однажды во время УЗИ она заметила, что врачи как-то слишком озабоченно разглядывают ее живот. Дважды в неделю она приходила на прием, и возле нее в эти моменты собирались настоящие консилиумы. Однако доктора молчали и ничего не объясняли Ларсен. Она очень волновалась, но не хотела идти в другую больницу. Тогда же она узнала, что ее муж завел любовницу. Позднее тут-то поделится с поклонниками своим горем. Ее съедала не только мысль о малыше внутри нее, который не смог бы жить, но и о муже, который все время проводил с другой женщиной. Ларсен постоянно находила в своей постели чужие волосы. Прозлучница как будто жила вместе с ними в одной квартире. Жизнь девушки превратилась в ад, когда ей сказали, что у ее ребенка порог сердца, несовместимый с жизнью. Один из самых знаменитых, но довольно старых профессоров сказал ей, что несмотря на большой опыт, он не сможет спасти малыша, сердце которого напоминает мозаику. Сегодня девушка говорит, что сейчас она бы доносила ребенка до конца и попрощалась с ним. Но тогда, переживая из-за предательства супруга, она согласилась на искусственные роды. На операцию она шла без страха, как будто это был прием к стоматологу. Но искусственные роды оказались полноценными. Долгие часы схваток и мертворожденный ребенок стали причиной того, что иммунная система девушки вышла из строя. Она начала ходить к психиатру и употреблять сильные таблетки. Спустя две недели Ларсон вернулась домой. От опасных медикаментов она отказалась, поскольку боялась, что не сможет с них выбраться. Она целыми сутками сидела дома. Ей просто не хотелось жить. Рядом с ней была мама, которая возила ее на анализы. Однажды она попросила купить бывшего зятя лимон. Тот приехал первый раз после родов, забрал деньги за фрукты и ушел. Тут-то долго не могла оправиться. Сегодня она с благодарностью вспоминает тех, кто в тот момент от нее не отвернулся. Особенно благодарит она свой канал, который платил ей зарплату в течение всего года. Друзья ее также не забывали. Они приходили к ней домой и старались вернуть ее к жизни. Тогда же она познакомилась с психологом и гомеопатом Викторией Борисовной. Именно она привела Тутту в церковь и вывела ее из депрессии. Тогда же Ларсон смогла справиться со своей последней проблемой, распухшим коленом. Врачи считали, что сустав в ней уже мертв, и что нога больше не будет работать. Но один из врачей помог девушке восстановиться. Через год она смогла вернуться на работу. Спустя время Ларсон вновь ждала ребенка. Роды прошли успешно. У звезды родился сын, которого она назвала Лукой. Имя отца долгое время было неизвестно. Но потом журналистка сказала, что родила она от Захара Артемьева. По мнению ведущей, сын – вылитый отец. Через 4 года девушка вновь вышла замуж. Ее избранником стал Валерий Колосков, бренд-менеджер одной из крупнейших компаний. Ларсон родила ему сына и дочь, а Луку мужчину усыновил и теперь воспитывает как своего родного. Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мнением в комментариях.